Здорово, ребятушки! С вами Ладушки, и у нас второе прохождение экзо-анимы. Долго мы собирались, я хотел бы сказать, наверное, быстро поедем. Нет, мы не быстро проедем, это будет медленное и неспешное прохождение, как, в принципе, многие у нас. В этот раз мы играем за обычного человека. У меня также в менюшке... Ну-ка. Да, всё верно. В менюшке появился детектив, он же сыщик. И я не знаю, это как третий персонаж. Мы сейчас играем за первого самого базового, в котором написано, мы про него ничего не знаем, но чувствуем себя скрытый потенциал. Я поменял его немножечко, ну-ка бы поменял. При создании в прошлые разы я брал, в принципе, базовую модельку. Этого я сделал побольше, повыше, постарше, покрасивее, наверное, насколько это может быть. Это, похоже, последняя страница письма. И помогайте ему, чем можете, если всё остальное не будет исп... Так, погодите, а что я это в углу читаю, если можно здесь читать? Исполнено. Заберите собранную ими информацию и принесите мне. В вас есть потенциал. Если достигнете успеха, мы найдём для вас место. Обрата в стороне страницы, надзарапаны следующие слова. Есть другой выход. У меня есть соображение, к чему это письмо. Сейчас мы с вами посмотрим. Тут. Вот. Вот эта штука. Мы можем её использовать как щит, но, наверное, щиты я использовать не буду, мне кажется. Так, хорошо. Что я вкачал? Давайте, как у нас, блин, я позабывал всё к чёрту. У нас есть... Можно замах быстро, атака я могу прямо сейчас вкачать? Прикиньте. А почему? Активно защищайте пробелы. Белый. Да, вот это сделаем. А, это я один могу выбрать. Тогда давайте так. Здесь у нас есть непрерывность. Сохраните действия силы. Я ещё не знаю, как здесь работает магия. В первый раз, вы помните, у меня был персонаж без магии. Я вообще не знаю, как это работает. Как-то оп, оп, вот так вот. У нас есть дерево прокачки. Я здесь могу что-то назначить следующее. Но я не знаю, как это прокачать. Это мне нужен уровень. Или как оно будет качаться. Или оно будет само качаться от использования. Так что у нас есть вот навыки. Как оно было так. Вот так, да. Но я вот нажимаю, я не могу использовать этот навык. Или он пассивный. Может он пассивный, кстати. Потому я не могу его использовать. Давайте так, ребят. Вы мне напишите в комментах получше, как это всё работает. Потому что, опять же, вы знаете мою тактику. Я не хочу идти гуглить. Я не хочу идти смотреть вики и всякое такое. Я хочу проходить игру с вами. Это же летсплей. Поэтому старый формат соблюдаем. Я играю, вы советуете. Ещё один. Тот же закрытый. И вот там вот эта дверка сейчас тоже будет закрыта. Да, нафиг? Ну-ка. Хочу убедиться. Я знаю, что за, ну, грубо говоря, мага. Будем его так называть. У нас будет геймплей немножко отличаться. Кроме магии, у нас этот персонаж обладает способностью брать с собой напарников. Чего у нас не было в прошлом прохождении. Поэтому будем смотреть внимательнее, как у нас. Вроде как Т разговаривать, но я не вижу пока что с кем я мог бы поговорить. Хорошо. Тут у нас парень стоит. Да, привет. Те, кто не агрессивный, мы их постараемся не агрить, постараемся не трогать. Всё будет пока что так же, как и в прошлые разы. Но в этот раз я постараюсь быть внимательней. Потому что вот у нас уже перчаточки появились случайно. Тут у нас скобель. Звучит как фамилия. Штаны. Да. Ещё одна фишка. Я нафиг позабывал все карты. Постараюсь пока что играть как есть. Но посмотрим. Я думаю, что я помню, где тут что находится. Поэтому пока что играем как есть. Я не хочу никаких карт скачивать из интернета. Хотя я уже проходил вроде как, у меня есть на это право. Но я боюсь, что геймплей немножко может измениться. И если появится что-то новое, я не хотел бы это пропустить. Так. Я буду немножечко подтупливать время от времени. Опять же, потому что я забыл карту. Я не помню точно, где что находится. Поехали исследовать заново. Это вообще-то больно. Ай. Я забыл как драться. После арены прошло уже некоторое время. Я отгребаю от первого же зомби. Офигеть, сколько он мне красного урона нанес. Это просто чудовищно. Эта тварь просто чудовищно. Обычным ножиком. Ну ладно, ничего не поделаешь. У нас вроде как есть лечилка на этой карте где-то. Туника. А у меня рубашка. Туник поверх рубашки. Да, одевается отлично. Вроде как тут не особо много агров. Так что понадеемся, что нам не так уж и сильно будет прилетать. Хотя это, конечно, обидно. Я говорю, я не играл уже прилично. Сколько? Месяца полтора-два. Когда там выходила последняя серия по арене. И то на арене я абсолютно не заморачивался по поводу урона. Потому что... Ну это было... Это были разовые такие схватки. И мне было пофиг, кто сколько урона получит. И... Я, честно говоря, подрасслабился. Наверное, нужно потихонечку... Так, тут у нас импульс 2. Проникающий. Баланс 3. Ну я возьму вот эту штуку. Она выглядит повеселее немножко. Грубо говоря, практически заново учимся играть сейчас. Потому что... О, тут этот... Сундучок есть. Оп. В сундучке сапожки. А сапожки уже лучше, чем то, что на мне одето. Я практически уверен. Ха, первое неудобство появилось. Хорошо, тут у нас покрытие было 2,5. Тут покрытие 3... 4... Ой, блин, у них еще и броня хорошая. Так, до свидания. Гвоздь. Первый, особенно первый и второй этаж. Вот эти первые уровни. Ну, то есть, я помню, вроде как, 3 уровня подземелья есть. Потом мы попадаем... То ли четвертый у нас уровень с Чубакой, то ли что-то такое. Ну, вот эти первые 3 уровня подземелья мы тогда не очень хорошо... Ну, как бы, не очень хорошо исследовали. Третий, я помню, что я исследовал хорошо. Там, где у нас вроде как... Детектив с мечом был, да? А... Ох... Сделаем вот так. Чтобы я точно знал, где... Где я был, где я не был. Не, не надо на меня нападать. Я вообще белый пушистый, мне нормально. Вот, особенно к первому и второму уровню нам нужно получше присмотреться. Ой, перчатки. Интересно, сколько они хорошие. Половинка, покрытие 4, режущий, колющий. Да, получше, чем мои. Спасибо. Нужно будет побольше комнат обыскать. Здесь, говорят, есть какое-то то ли испытание, то ли... Почему эти камни поднять не могу? Странно. То ли испытание, то ли не испытание. В общем, кучу всего мне наговорили про первый этаж. Я его тогда практически вообще не исследовал, не обыскал, когда я здесь гулял. Я вообще не понимал, что в этой игре творится. Сейчас я эту игру... Я надеюсь, что я понимаю гораздо лучше, чем в прошлые разы. Будем проходить гораздо лучше и гораздо внимательнее. Вот это место, я уверен, что мы полностью все обшаривали. Здесь я не думаю, что найдется что-то прям... Ну-ка, ты кто? Такая же пила. Да. Жи пила. Но все же, когда мы пойдем за те две... Ну, там у нас вот эти две двери, которые ключами закрыты. Там у нас, я так понимаю, будет территория, которую мы очень слабо исследовали. Поэтому нам нужно будет обязательно там порыться получше. Это первое. А второе. Я помню, что когда я только посмотряшку на эту игру делал, вроде как у нас там был где-то... Мы... Самый первый раз мы начинали играть именно за неизвестного. Длинный нож такой же, что у нас, да? Да, хорошо. Татфу ты, блин, я забываю. Как что? Так вот, когда мы делали самую первую посмотряшку, у нас вроде как там был персонаж, которым можно было поговорить или что-то такое. Пойдем мы его сейчас отыщем. Я не помню, как это все происходило. Так, туда это мастерская. Погодите. Я хочу сюда сначала сходить. Посмотрим центр и направо. Так, у нас тут коридор. Для ним. Я постараюсь не нарываться ни на кого. Я не знаю, почему та агра на меня напала тогда. Ну, просто... О-о-о-о-о, извини, 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 извини. Нет! Говорю... Постараюсь... Ай! Я думал, ты сдох после двух хэдов-то. Говорю, постараюсь не нарываться ни на кого-то. И утащил чувака с собой просто, блин, в дальние гребеня. Так, ладно, ты нам курточку подарил, что уже хорошо. А нам бы что-то на голову... Я помню, что на голову далеко не сразу что-то найдется. У тебя просто деревяшка была. Эта деревяшка, чувак нас огрел. Чуть не убил. Так, это я выкидываю. Это я выкидываю. Вряд ли мне просто понадобятся эти оружки. Они слишком примитивные. Я его, честно, просто не заметил. Пытался оббежать эту зомбю там. И этого чувака просто снес. Ну, естественно, он на меня разозлился за это. Я не скажу, что это он виноват. Нет, это виноват я. Если на вас так в коридоре налетят... Вы тоже, наверное, разозлитесь. Так, тут у нас больше ничего нет. Я забыл, какая-то прикольная механика. Также я забыл, как меня бесит, что он спотыкается обо всем. Но пока что меня это не бесит. Я еще мало поиграл. Поэтому это еще пока что прикольно. Так. Тут у нас вроде как ничего нет. Ящички. Тут ящичков не так много. Опять же, могу ошибаться. Но, как вот мне кажется... Тут сильно приколупываться не к чему. Да, это мы можем убрать. Опа. Окей. Окей. Мы путем легкого избиения нас самих пока что разжились немножечко одеждой. Так. А здесь... О, вот здесь вот ящик есть. Тут у нас перчатки. Тут у нас баночки. Эти баночки ни о чем. Да, у нас лечилки, они такие, светящаяся синяя жидкость. Перчатки. Ясно. Тут у нас упавшие полочки в бутылке. Все хорошо, все нормально. Также я заметил, пока играл на арене. Я заметил, что у нас очень многие вещи. Черт. А я мог уже заблудиться? Такое возможно? Наверное, да. Я потерялся. Хорошо. Некоторые вещи, которые у нас присутствовали на арене, я имею ввиду именно как доспехи и оружие, их не было в основной кампании. Но поскольку мы же сейчас проходим кампанию после, ну, относительно обновления игры, возможно, что-то кто-то докинул. Возможно, что-то кто-то... Блин, вот тот чувак с топором, он страшный. Я не хочу драться с чуваком с длинным топором. А, вот это я сюда зашел, с ним подрался, оттуда вышел. Все, я теперь понял, как я здесь оказался. Хорошо, пойдемте в другую сторону. Бегать здесь чревато, потому что можно врезаться в зомби, и она тебя зомбьет. Но я не хочу сильно медленно перемещаться. Скажем так, мой уровень уверенности нахождения здесь немножечко поднялся. Раньше я, в принципе, не понимал, как здесь, что работает. Здесь я хотя бы пришел ко мне этот топорище. Сейчас я хотя бы немножечко представляю себе общие механики. И что здесь творится? Эй! О, ты живой? Ну-ка. Т. Это работает, я могу говорить. Ты кто? Я простой батрак. Звать Дерин. Что ты здесь забыл? Бандиты напали. Они меня скрутили и бросили сюда. Жестоко. Я не сделал им ничего. Откуда ты здесь? Знаешь, как выйти? Я найду выход. Что за мертвецы кругом? Я думаю, тут не обошлось без некромантии. Ну, да. Они не очень-то агрессивны. Попробую их обойти. Убью всех, кто попадется. Нет, мы пойдем так же, как в прошлый раз. Они не очень агрессивны. Попробую их обойти. Один из них бежал за мной. Я умру, если останусь. Может, вместе выберемся? Ты не будешь путаться под ногами? Нет, ты будешь только мешать. Хорошо, мы сможем помочь. Да, хорошо, мы сможем помочь друг другу. Все, что у меня есть, это палка. Драться умеешь? Батя мой был солдат. Учил меня кое-чему. Но не очень удачно. А ты-то как? Думаю, я смогу справиться с этой нежить. Я неплохо разбираюсь. Вот это вот ощущение после первого прохождения. Я неплохо разбираюсь. Признаюсь, я совсем ничего не умею. Минуточку. Это мы сейчас просто диалог ведем или играем? Меня таким образом спрашивают, насколько агрессивного напарника я хочу. У нас все получится. Вперед, я думаю, лучше всего тебе остаться здесь. Так, я неплохо разбираюсь. Надо осмотреться, батя. Говорил, хорошая рубаха может спасти шкуру. Согласен, он прав. Дай знать, если увидишь что-нибудь полезное. Отвинули. Я больше не хочу выбираться. Но бери... Я больше... А, я больше хочу выбраться. Но бери все, что понравится. Не трогай ничего, пока я не скажу. Он прав. Дай знать, если увидишь что-нибудь полезное. Минуточку. Так он мне скажет, что там что-то полезное. Так он возьмет что-то полезное. А так он ничего не возьмет, да? Пусть он мне что-нибудь полезное. Дай знать, да. Он прав. Дай знать. Мы все? Мы типа с тобой это напарники? Он ходит со мной. У меня есть напарник в экзамене. Это вообще законно. Книга. Подробный журнал отправки и доставки различных товаров, шрифт и варианты нанесения... Написание некоторых слов выглядят весьма необычно. Предполагаемые даты имеют формат, который вы не в состоянии понять. Вроде как мне никогда... Минуточку. Держи, дружище. У тебя палка с гвоздями, да? Я так понимаю. Деревяшка. Ну, кстати, колющий импульс. Если... Блин, надо было... Надо было этот второй нож-то с собой взять. Ладно. Хорошо, мы найдем тебе оружку какую-то. Блин! Вот сейчас пошел уже другой геймплей. Вот это интересно. Милочку, а... А что с его хп-шкой? Так, а вот это интересно. Что с его хп-шкой? Стоит ли мне беспокоиться о том, что его... О, привет. Уходи отсюда, пожалуйста. Спасибо. Стоит ли мне заботиться о том, убьют его, не убьют? Как мне его лечить? Блин, это же мне придется на него хилочки теперь тратить. Так. Ладно. А это у нас... А, это у нас комната с ключом, да? Ну-ка. Ты что такое? Лом. Может, ему лом дать? Черт его. Так, это тело у нас абсолютно пустое. Это тело у нас с сапогами. Сапоги у тебя... Так, тунику я у тебя заберу, дружище, извини. А сапоги... Режущий полторушка, колющий полторушка. Ну, у меня получше, но сапоги я дам... Блин, жалко, у меня нет кнопки для... Инвентарь покажи, дружище. Так, на тебе сапоги. Выкиньте туфли нафиг. И на тебе тунику поверх. Но это ощущается уже совершенно по-другому. Тут у нас закрытая дверь, да? Да, закрытая дверь. Хорошо. А ключ... Погодите. Нет, это не комната с ключом. Я подумал, что... Ключ у нас будет такая комнатка, где будет сидеть чувак за столом, да? И у него будет... И на столе будет ключ. А здесь у нас завал, который... О! Здравствуйте. Это у нас куртка. Ну, куртку мы в любом случае возьмем. А вот эти сапожки... Ну, кожаные... Они не так хороши. Куртка у нас... Вместо жилета. Жилет режущий полторушка, колющий половинка. Этот, ну, куртка похуже, поэтому куртку мы отдадим нашему дружище вот этому. Долго открывается его инвентарь, жаль. Ну, хорошо. Мы его более-менее начали потихонечку приодевать. У нас там где-то перчатки валялись. Черт! Я просто не думал, что... Вот так все просто будет. У нас же там были запасные перчатки, и что только не было. Мы могли на него понабирать инвентаря. Мне кажется, или раньше я мог эти бочки как-то подвинуть? Дверь просто забаррикадирована. Я могу эту бочку уронить или нет? Я хочу туда попасть. Черт! Мне кажется, я раньше мог. То ли я ее открывал, то ли... Вот я сейчас тяну со всей силы. Ммм. Может, мне кажется, что я раньше открывал. Погоди, а ты мне можешь помочь? Эээ... Как дела? Ха-ха. Отлично. Суперски. Минуточку. А как дела? Это случайно не статус его здоровья? Если мы спрашиваем у дружище нашего, как дела? Это случайно не статус? Мне так обидно, что я в самом начале столько урона отхавал. Просто печаль, блин. Ай, по собственной же глупости. Причем второго зомбака я же убил очень хорошо. Сколько ему? Ну, два-три хэдшота влепил, и чувак уехал. Все. Это вот забаррикадированная дверь, да? Да. Ну, ладно. Я не вижу повода ее открывать. Ну, хорошо. Вот это вот случайно... А, там чувак за дверью. Мне чувак за дверью... Тут два чувака. Там лестница, минуточку. А эта лестница, она действующая или нет? Колеса какие-то. Тут ничего нету. Вроде ничего. Там два зомбаря. Они вроде не агры, но тут очень тесно. И... Они очень плохо реагируют, когда к ним близко подходишь. Лестница не выглядит активной. Понимаете, в чем прикол? Она вроде как ведет вверх, но она не выглядит активной. Может, ты отойдешь, дружище? Мне так-то пройти нужно. Пожалуйста. Так, а что там? А, это вот тут этот легкий завал, который я мог подвинуть. Я просто перепутал двери. Вот это немножечко читерства сейчас было. Я с той стороны просто подвинул вещи. Наверное, я так не могу делать. Но... Ладно. I'll take it. Заходи. Посмотрим, что в этой комнате. Это в этой комнате у нас... Да, в этой комнате ключ. Все-все. Все верно. Щит. О, кстати! Другалек. На-ка тебе щиталек. Минуточку. Это у нас Баклер. Импульс 2,5. Неудобство половинка. Тут... Неудобство 4. Наверное, я выкину эту штуку. Оно очень большое, но очень тяжелое. Так. Сейчас мы обыщем еще вот этого парня. У нас тут записочка. Да, это я помню. Сейчас я сюда подниму сразу. Элара исчезла. Так. Это у нас Дрожайший Матиас. Элара исчезла. Многие пропали без вести за последнее время. Но бандиты в этом районе давно не являются чем-то необычным. Элара, однако, никуда не ходила. Почему же они ее забрали? Боюсь думать, что они будут с ней делать. Я думаю о выкупе. И потому мне стыдно признаться. Думаю... И потому мне стыдно признаться. Думаю о тебе. Но никаких просьб о выкупе не было. Зато все больше и больше пропавших без вести. Думаю, новости об этих событиях еще не достигли Ардента. Мы давно не видели королевских поверенных. Что мне делать, дорогой кузен? Мы давно не видели королевских поверенных. Что мне делать, кузен? Вы хотя бы посоветуете мне что-нибудь? Тесса. Тесс, тесс, тесс. Так, сапожки у нас все равно круче. Мы где-то очень крутые сапоги умудрились урвать. Рубашка черная. Мы меняем на рубашку синюю. Да, просто черная рубашка. Пусть из трупа, но она выглядит симпатичней. Вот эта штука, жилет, режущий полынки. Я не помню, насколько он хорош. Штаны вроде как одинаковые, да. Сапоги. А, жилет черт с ним тоже сейчас возьму. Может быть, примерим нашему приятелю. И обязательно нужно взять ключ. Ключ это у нас будет пропуск. И также... Блин, на самом деле металлический вот такой вот светильничек вполне мог бы сойти как оружие. Бутылка. Извини. Так, там к нам кто-то пока что ломился, если что. Давай-ка инвентарь. На тебе щит. Я уж не знаю, умеешь с ним пользоваться, не умеешь. И вот эту штуку ты оденешь? А, она у тебя вместо куртки. А куртка в данном случае получше. То есть жилетка, конечно, красивая, но бесполезная. Жаль. Так. Те же приятели. Извини, что я у тебя ее забрал. Хорошо. Это у нас ключи от тех двух дверей в начале вроде как. Также я вроде интересовался... Ты идешь, нет? Я вроде интересовался у вас насчет запертой двери, которую мы вот только что нашли. Там, в серединке. Не нападай на меня. А насколько у нее какой-то ключ от города или что это такое? Так, вот эту дверь я тоже открою. Пойдем по той же самой традиции. Открываем двери, где мы были. А, это у нас, да, шорткат. Все, я вспомнил. Мы сейчас находимся в правой части карты, да? Сюда можно прийти с той стороны и нажать... Сейчас. Там есть этот рычажочек. Вот он, с той стороны, да. Мы сюда приходили, по-моему, в прошлый раз, или мне кажется, или... В общем-то, я примерно понял сейчас, где мы. По идее, тогда на карту нужно смотреть вот так. Но я боюсь, я тогда могу запутаться. Ладно, пойдемте сюда. Это у нас... То ли химическая лаборатория, то ли какая-то, да. У нас тут есть каталог, исчерпывающий, описывающий множество ничем не примечательных растений. Трудно представить себе, зачем кто-то предпринимал такие бессмысленные усилия. Это у нас не химическая лаборатория. Здесь у нас травник обитал. Итак, у нас тут сапожки. Довольно хорошего разлива. Тканная накидка нет. Спасибо. Т. Инвентарь, пожалуйста. И вот эти сапожки явно будут получше. Хотя, явно. Полтора, половинка, полтора. Они точно такие же. Извиняй, зря побеспокоил. Сапожки неплохие, но у тебя уже такие же. Так. Здесь у нас в этих штуках вроде как ничего не было. Я на всякий случай прокликаю. А это что? А, это ничего. Хорошо, тут тоже ничего не было. Сейчас посмотрим, куда мы отсюда двинем. Это вроде как тупиковая комната. То есть, вот эта вот стенка от нас справа. Она вроде как конец карты, если я не ошибаюсь. Я понемногу вспоминаю, что здесь и как и где. Сейчас будем смотреть, насколько хорошо я все это помню. Тут открытые двери, но... Я все пооткрывал или здесь? А, ладно. Сейчас заглянем сюда. Тут у нас... Такое ощущение, что я здесь был. Прикиньте, если я сюда заходил минут 10 назад, я сейчас такой, кажется, я тут был. Ну да, да, хорошо. Так. Да, вот, я здесь убивал этого чувака, все нормально. Ну, блин, не хотел я его убивать, извини, чувак. Так, теперь, мы обходили с вами правую сторону. Давайте сейчас левую сторону быстренько глянем. Там у нас вроде как были большие помещения. А, здесь мы тоже были. Значит, нам сейчас вниз и налево. Ну-ка. Оп, извини, я не хотел в тебя врезаться. Ну что ж. Я думаю, мы... Да, вот сюда вот мы не заходили. Сейчас просто быстренько глянем. Это у нас кузня. Здесь могут быть какие-нибудь хорошие колючие, режущие. Молотки. Постараюсь молотков избегать. Ему я молотки тоже давать не буду. Они тяжелые. Я не скажу, что у него прям хорошее оружие. Фига себе, можем наковальню поднять. Это... А, это читается. Это книга у нас такая. В журнал рабочих нарядов, похоже, много людей было вовлечено в их исполнение. Большинство имен кажется странными. Многие пункты описывают словами, которых никто... Описываются словами, которых вы никогда не видели. Круто. Тут нужно повнимательнее посмотреть. Ну, вроде как... Тут молотки висят везде, да? Опа! Это получилось крайне удачно. Я его... Вот... Знаете, вот за вот это вот, мне эта игра очень сильно нравится. Посмотрите, как висят эти молотки. Он висел точно так же. Его подцепил за краешек, и он повис. Кстати, он меня... Чуть... Я чуть не пропустил сундук. Слитки. Слитки нам вроде как нигде не нужны, если я правильно помню. Лом. Ну, у него вес огромный, он тяжелый. Не, не хочу, наверное. Хотя он и длинный, но замах у него будет просто чудовищный. Там кто-то ходил, я видел. А ты у нас... Ты у нас тарелка. Показалось, что это щит. Но это тарелка. Ну, прикиньте, тарелкой чуваков по голове лупить. Так, хорошо. Еще сундучки? Я что-то упустил? Нет? Вроде нет. Так, ну это кузня. Мы так-то по-хорошему можем уже идти обратно. Я сейчас пройдусь. Тут вроде как, по-моему, тоже когда-то был какой-то агро или... О, привет, чувак, до свидания. Я не буду утверждать. Заодно посмотрим, как наш друголюк дерется, если вдруг придется драться. Они сами двери вроде как открывать не умеют, если я правильно помню. Ну, то есть они их проталкивают, если нужно протолкнуть. Да, вот он, этот агро. Блин, мы их всех сагрили. Мы в очень фиговой ситуации оказались. Ладно. Там маньяк с топором, закройте дверь, я его не пущу. Звоните 911. Они убили уже троих, теперь ломятся ко мне в дом. Я просто представляю себе эту ситуацию. Сидишь на такой спокойно в запертой комнатке, и вдруг к тебе вламываются какие-то чуваки. Убивают троих таких же, как ты. Причем, он просто на унитазе сидел. Ох ты ж. Вообще-то, было больно. А! Я своего же чувака ударил. И сам чуть не сдох, он еще и красного урона нанес. Как дела? Могло быть и лучше, но в целом ничего. А чё ты до сих пор в этой, в военной стойке-то? Ты собрался меня бить или чё? А, не, всё, он успокоился. Ай, сколько же я урона-то отхавал лишнего, вообще ненужного, ни капельки. Так, режущий, к чёрту. Сапоги бесполезные. Ну, из него вояка такой себе. Двуручный топор. Слушаем, ты не хочешь себе двуручный топор? Ну-ка, открой инвентарь. Потому что вот этой штукой ты махал как-то не очень эффективно. Давай ты у нас будешь с топором ходить. Только меня не убей, пожалуйста. Отвратительно получилось. Мы просто вломились к чуваку в сортир. Пришлось убить четверых. Инвентарь, пожалуйста. На тебе перчатки. Я знаю, у тебя какие-то поварские перчатки, да? Хорошо. И ты у нас... А, гамбизон. Слушай, гамбизон у нас вместо... Погоди. Погоди. А если я хочу... Так, это у нас тканная рубашка. На тебе тканную рубашку. Ну-ка, дай мне гамбизончик. Да, гамбизон я одену себе. Спасибо. А тебе черную рубашку. Она просто более стильная. Я знаю, она с трупа. Можешь ничего не говорить. Блин. Туалетная резня. Причем, я же говорю, я помню, тут где-то есть один агрессивный. Но так уж получилось, что вместе с этим агрессивным мы завалили еще троих чуваков. Ну, кстати, вот этих-то троих мы завалили нормально. Так, ну-ка. А сейчас как у тебя дела? Могло быть лучше, но в целом ничего. То есть он тоже получил... Ну, я ему звезданул ножом. Ладно, ребят, пожалуйста, напишите мне в комментах, что творится с его здоровьем. И нужно ли мне его лечить. И могут ли его убить. Я так полагаю, что все-таки могут, же ж, наверное, да? О! О! Это я возьму. Спасибо. Это кожаный фартук вместо... Режущей полторушка. Режущей... А, это прям хороший! Это прям хороший. И вот этот нож... Да, давайте я возьму, наверное, этот нож. И все-таки я не хочу, чтобы этот чувак ходил с двуручным оружием. Я не знаю, как он будет махать. К черту. На тебе, во-первых, вот эту штуку. Она явно получше, чем куртка. Положи куртку здесь. Так, к черту идти. Эту палку с гвоздями. На тебе человеческий нож. На тебе вот так вот. И запасное будет у тебя вот так вот. То есть вот так вот будет основное. А, и прикиньте теперь! По-моему, раньше запасное оружие складывалось обратно в инвентарь. Теперь оно продолжает висеть здесь. Слушай, не трогай нас. Не нападай. Тебе это не надо. Там вон уже четыре твоих жмурика твоих друга сидят, висят. Им хорошо уже. Так, что у нас здесь? Здесь вроде как ничего. Свеча, чашки. Вроде все как всегда. Все те же чашки, ложки. Все те же в кране, вода. Все тот же труп без ножки. Ха. Да. Мы, как говорится, ворвались, блин, в игру на первом же этаже. Причем у нас будут еще ребята агры. А мы потратили уже половину своей собственной хпшки. Это не есть хорошо. А мы вошли через где? Через кузню мы вошли. Значит, мы сейчас выйдем здесь и выйдем туда в общий коридор. Хорошо. Идем. Вот это что за дверь? Почему вам вечно нужно шариться возле дверей? Не подскажете мне? Тут тоже какой-то чел. Я посмотрю, там если сейчас не будет сундука или чего-нибудь, я не пойду. Не полезу к нему. Там есть сундук. Мне он нужен. Отойди. Отойди. Ай. Причем понятный чок оставался. Офигеть просто. Чувак ее добил. Смотрите, сколько у меня жизни осталось. Просто посмотрите, сколько у меня осталось жизней. Я еще и оружие выронил, да? А, ну оружие мы тут каждый раз роняем. Нужен ли мне этот сундук? И что я хочу с ним сделать? А ты кто вообще? Инструмент. Гамбизон хороший. Еще один кожаный фартук, типа, для нашего друголя. Да, ну не знаю, такое себе. Погодите. А у тебя что было? Куда мой нож улетел? Он его так как-то выкинул красиво. А, факел. Стоп, факел же тоже вон валяется. Надо и факел поднять. Так. Как там говорится, я оказался в затруднительной жизненной ситуации, да? Или... Хорошо. Давайте подберу... Черт. Так неприятно-то. Ха-ха-ха-ха. Прикиньте, он бы сейчас упал и просто глазом воткнулся бы в эту штуку. Так. В общем, пофиг. Я заберу это. Заберу это. Гамбизон у нас вместо... Режущий два. Режущий один. Этот гамбизон хуже, но лучше, чем его рубашка. Поэтому... Блин, налутались на свою голову. Хорошо, ребят. Сделаем таким образом. Я понимаю, в принципе, что меня здесь могут запросто грохнуть. Я тупо разучился играть. Это у нас получше? Да, получше. Значит, это мы оставляем. Сходили мы за Лутецким для нашего друголя. И он нас, типа, сейчас спас. Хотя мог бы вписаться за нас пораньше. Я был бы этому рад. Слушай, а не под тобой мой нож? Ну, так улетел эффектно. А куда, я не знаю. Зашли, блин, лутануться. Отвратительно. Так, это у нас что? Это у нас пруд. Ну, я по... Дробящий, вообще слабенький. Проникающий. Железный штырь. Этим колоть можно. Интересно. Я не знаю, куда делся мой меч. Давайте, знаете что? Вот этот чувак неплохо только что заколол. Вот этот... Зомбячку. Ну, хорошо. Да, я ей повесил один хороший хэдшот. Но этого явно не хватило. Так, штаны-то оставь. Зачем... Зачем мне твои портки? Так, а тебе на штырь. Будешь пока со штырем ходить, я найду что-то получше. Я тебе дам. Извини, твой нож я у тебя пока заберу. Если найдем второй нож, я тебе его тоже отдам. Блин, лутанулись нафиг. Офигеть. Хорошо. Так я говорю, расклад у нас получается такой. Что меня, в принципе, могут ваншотнуть. По-хорошему. Если я найду хилку, я ее использую, все будет нормально. Все хорошо. Хорошо, если меня все-таки грохнут, что, в принципе, может случиться, то мы с вами тогда начнем... Погодите, а это здесь прям серьезно? А, ну да, да, это здесь все нормально. Теперь мы можем пойти сюда. Пойдем сейчас откроем двери, получается. Тут мы-то все исследовали. Нам теперь только сюда осталось сходить. Это я к тому, что... Если меня убивают, то мы с вами начнем... Не с самого начала. Я сам быстренько пробегу вот этот первый этаж. Постараюсь сохранить побольше жизни. Опять же... Ой, чувака факелом долбанул. Опять же, постараюсь... Сделать все так же, как я делаю сейчас. Чтобы вы ничего не пропустили. И начнем мы тогда с места, где... Мы уже нашли ключ и где мы открываем двери. А если я сейчас все-таки выживу на этом этаже, найду хилку, отлечусь, то я не буду загружаться. Как бы мои косяки... Согласен. Окей. Я не буду переигрывать из-за своих же косяков. У нас просто... Трудный старт был, так скажем. Где этот перец, который... Так, это наша стартовая комната. Нам теперь вот сюда и вон туда. Хорошо. Я помню, как дверь открывать? Да, помню. Погодите. Я сейчас открою ту дверь. Там, кстати, были лампы. Там было посветлее. Да, я понял тебя. Все. И тут мы тоже... А, и тут у нас, кстати, первое сохранение. Точно. У нас происходит первое сохранение. Твою за ногу. До свидания. Что с тобой? Тело? Его убили, что ли? А, он встал. Нормально. Тело, черт побери. Все, нормально. А, вон... Да нафига. Уп! Все, меня грохнули. Я сейчас сохранение начну? Ну-ка, погодите. Или сначала? Продолжить. Да, сохранение. И, видимо, эта комната сохранение... Да. Все. Сходу просто завалим этого чувака. А, хилка здесь или не здесь? Давайте признавайтесь. А, и тут у нас есть длинный нож, который хороший, который получше нашего, да? Так, минуточку. Режущий двушка, проникающий половинка. Режущий двушка. Не лучше, но я его возьму. У нас хороший гамбизончик, но, типа, мы на нашего чувака гамбизон уже нашли. Сапоги, шкура, режущий полторушка, колющий полторушка. Блин, это прям, ну, неплохо. Кожаные штаны. Это я возьму, спасибо. А тут? А тут у нас перчи. Перчи, кстати, неплохие, надо будет посмотреть. Банка, банка пустая. Это жаль, это отвратительно. Хорошо. Ну-ка, покажи инвентарь, который. И тебе, тебе на вот эту штуку, вместо колющего. Фиг с ним, пусть пока у тебя лежат штаны, я пока выброшу. Пойдем в соседнюю комнату. Где-то здесь, или в этой комнате, или в соседней была хилочка. Я очень надеюсь, что у нас получится ее сейчас найти. Я понимаю, что она рандомная, эта хилочка. Она же может не обязательно лежать здесь. Так, куртки, жилеты, это все круто. Она не будет здесь лежать. Но у нас есть здесь бил. Черт, на нас напали. Запасное. Выпусти меня. До свидания. Вот, билом я, кстати, довольно неплохо орудую. Научился на арене, спасибо. Так, у нас тканная рубашка, штаны никакущие. Печалька, у нас здесь, получается, не было ни карты, ни хилки. На что я надеялся. Так, а... R? Да, R. Я буду ходить с факелами. Если мне нужно будет двуручка, я буду переключаться на бил. Он мне нравится. Эта оружка мне, в принципе, нравится. Я к ней привык. Ну, да, у нас тут две лупецкие комнаты, но... В них не залутай... Ну, мы в них залутались, конечно, но это было не то, что я искал. Черт. А где мне найти то, что я искать? Здесь? Я так-то сильно дальше без хилочки-то не продвинусь. И ходить за ваншотного чувака... Блин, это прям печаль. Боль, беда. Опять же, я понимаю, что это все мои же собственные косяки, но... Тут человек не может спокойно пройти и не убиться об стол, а вы говорите играть дальше. Так, хорошо, ладно. Пойдем сюда. Что у нас... О, привет. Да ладно. Он меня убьет. Мочи его. Есть. Молодец, чувак, затащил. Я такой... С криками. Она меня убьет быстренько. Так, тут хилка. Нет, блин. Спасибо. Укрепленный сундук. Ну, как бы я надеялся, что здесь что-то будет. А нет, ну здесь, конечно, есть. Штанчики на полтора, половинку полтора. Даже получше, чем мои. А кожаные я тогда тебе, что ли, отдам? Тут книжка есть. Вижу. Приказы. Да. А, призраки. Тьфу ты. Эта книга представляет собой не что иное, как сборник абсурдных теорий о существовании призраков. Однако некоторые части явно написаны другим автором. В призрачном мире есть некая сила, что в отличие от физического мира, не зависит от ограничивающей материи или законов физики. Призрак может силой воображения делать все, призывая любые объекты или силы, которыми они могут запросто управлять. Такие же, как мы, когда видим сны. Так же, как мы, когда видим сны. Однако, это требует пристального внимания и понимания к пониманию их состояния, их реальности и места в нем. Большинство призраков блуждают в состоянии смятения, отдаваясь на милость из вращенных мыслей и восприятий. Но не все. Некоторые пробуждаются, а возможно никогда и не впадут в состояние подобное сну. Они обладают большой силой и могут влиять не только на призрачную реальность, но и на нашу. Интересно. И бумажечка у нас тут. Посылка прибыла, осталось найти подходящее место и начать работу. Наконец, я смогу вернуться к жизни с каким-то подобием благоустроенности. Я больше не могу терпеть эту грязь, жить как животное. Я не знаю зачем, но я возьму. Вопрос стоит очень насущный. А где, черт побери, хилка? Или хотя бы... Опс, чувак, извини. Или хотя бы карта? Это все обычно было здесь. Эта комната, это большой перекресток. И здесь было много чего. И здесь вон укрепленные ящики, две комнаты для лутания. А где все? И даже тут ничего нет. Ну тут, в принципе, ладно, это столовка. Тут мыло и всякое такое. Я в панике. Хорошо, хорошо, пойдемте посмотрим, что у нас. Эта комната вроде никуда дальше не выводила, да? Это был такой маленький тупичок. Тут у тебя сапоги, у тебя штаны. Это все нам вроде не надо. Этот сундук тоже мы хорошо обыскали. Тут у нас... Мы сюда сами же положили эту книгу. Окей, вроде больше тут ничего нет. Так, или мне в тех прохождениях очень сильно везло, то, что я здесь находил все, что мне нужно. Потому что здесь очень много сундуков, в которых вон и перчатки, и шмотки, и гамбизоны, сапоги, и ботинки. Много хороших вещей. Банка пустая. Блин. Если бы эта банка была не пустая, я был бы рад. То есть мы здесь в прошлый раз находили и карту, и хилку. Сейчас в этот раз тут ничего нету. Я знаю, что я цепляюсь за пустые места, но все же я на всякий случай сейчас еще быстренько глянул, утону. Так, тоже ничего нету. Жилетки, куртки. Куртки, жилетки. Мы нашли неплохую оружку для нашего напарника. Он у нас одет неплохо. Однако же я ожидал чего-то, что мне поможет. Так, вон там еще комната, да? Ну-ка, пойдем. Опять же, я понимаю, что в игре творится полнейший рандом, но у меня было некое представление, что... О, шляпку, шляпку я одену. Некоторое представление, что некоторые вещи, хоть и лежат рандомно, но в примерно одинаковых районах, локациях. Но, видимо, мое представление было неправильным. Так, это у нас сортиры. В сортирах мы вроде как никогда ничего полезного не находили, кроме люлей. Тут... Это ящик или не ящик? Это ящик! Ха-ха-ха-ха! Так, штаны, сапоги, куртка, прищепка. Еще одно отхожее место. Так, это у нас, получается, грубо говоря, душевые раздевалки сральни купальни. Ладно. Тут никакой комнаты дополнительной нету. Тут есть ящик с тарелками, с вилкой, ложкой и всяким другим барахлом. Окей, ладно. Тут мы всех завалили. Хорошо. У нас два прохода. Один сейчас вот сюда, другой в другую закрытую дверь. Но раз уж мы уже здесь, пойдемте сюда. Вот эту часть карты, я знаю, чуть похуже, потому что... Здесь мы один раз по ней, по-моему, прошли, или один, или два раза, и все. Зачем я тебе? Объясни, зачем мы тебе? О, чуваку по горбу досталось. Знаете, че? А, он его убьет? Он его убьет и без меня. Нормально. Чувак затащил, зарешал просто. Тут у нас... Убери тап. Тут у нас больше ничего нету, случайно? Ты кто? Наручи! Очень, кстати, неплохие, да, я так понимаю? Ну-ка, давайте сравним с тем, что у нас есть. Два с половиной, полтора, полтора. Полтора, два. Чуточку, чуточку получше. И тогда вот эти мы отдадим нашему другалю. На тебе в инвентарь. Держи. Вот. Вообще красавчиком будешь. Ну, смотрите, он неплохо справляется. Он прям откровенно неплохо справляется. Так. Я не могу его сжечь, да? Да. Я хочу его сжечь. Где я там что открываю? Килл, суперки. Он его рубит сверху? Ау. Это ему до... Хедшот. Во-первых, там сейчас тесно. Я не хочу лезть. А во-вторых, у меня очень мало жизней. На, до свидания. Вовремя. Я такой финальную нотку сыграл с этого, и все. Все нормально. Так. Что у нас? А у нас тут, между прочим... Хотите, что у нас тут? У нас тут, между прочим, конец серии. Вот что у нас тут. Я не могу туда пройти? Оно полностью завалено. Печалька. Хорошо. Ладно, ребят. Давайте тогда на эту серию потихонечку заканчивать. Пойдем дальше исследовать с этого места. Пишите, что вы думаете. Как, где, что, почему. У меня там накопились вопросы и по магии. Кстати, я ни разу не попробовал использовать. Но я, по-моему, сейчас не обладаю никакими активными навыками. Поэтому как-то вот так вот. Пусть пока будет так. Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующих сериях. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. И всем покеда. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»